В Твери определены победители конкурса на лучшую школьную столовую. В этом году первое место разделили две школы, 43-я и 38-я. Специальная комиссия оценивала все условия организации питания. От технологии приготовления блюд до оформления обеденного зала. В одну из школ победительниц побывала наша съемочная группа. Главные задачи традиционного городского конкурса на лучшую школьную столовую остаются неизменными на протяжении 18 лет. Это, конечно, популяризация здорового питания, формирование здоровых привычек и здорового образа жизни. 38-я школа в этом году в числе победителей конкурса. Пятиклассник Даниил Кузнецов с удовольствием ходит в школьную столовую. Особенно, когда на обед дают его любимые блюда, как сегодня. У мальчика даже есть предложение по усовершенствованию работы школьного общепита. Что тут не хватает, это только терминала. Например, чтобы прийти из карточки, например, оплатить. Так будет удобнее, как мне кажется. Анкетирование учащихся с тем, чтобы узнать их предложение по меню или оформлению обеденного зала. В 38-й школе обычная практика. Здесь регулярно проводят и классные часы на тему здорового питания. Если младшие школьники предпочитают, допустим, макароны с сосиской, то старшим больше нравится, когда в меню появляются какие-то салаты, многообразие каких-то блюд. По оформлению школьной столовой дети тоже хотят, чтобы школьная столовая была уютной, комфортной. Церемония награждения победителей конкурса «Лучшая школьная столовая» прошла в управлении образования администрации города. Руководителям двух школ, занявших первое место, вручили дипломы и памятные подарки.